Здравствуйте, дорогие зрители! Мы приветствуем вас на нашем остро-социальном, аналитическо-юмористическом шоу под названием «Три кандидата». И начнем мы наш с вами разговор с очень интересных, необычных, ну и, конечно же, остро-социальных новостей. Остро-сюжетных практически. На нашем первом выпуске, потому что у нас есть тайный выпуск, а это первый выпуск. Самые убойные темы. Да. И вот первая тема, которую мы хотели бы обсудить, посвящена будет слугам народа. Обсуждаем. Нет денег на коммуналку, продайте собаку. Слуга народа Евгений Брагар попал за неделю во второй скандал. Кто помнит первый? Первый был, как он вообще попал, наверное, в слугу народа, да, а второй уже сразу к животноводству. Да, точнее, рекомендациями. На самом деле, да, это уже, может, не самая такая новая тема, но самая на шумеша, потому что уже, наверное, все, кто не лень высказался, да, и, честно говоря, очень интересный ход мысли у этого будущего кандидата наук, потому что человек в аспирантуре учится. Вот. И вот откуда вообще посещают такие мысли, чтобы можно было за счет друзей наших меньших реализовывать проблемы друзей наших больших? Ну, такие кинические фантазии, я это называю. Да, там у нас есть подборочка этих чудесных... Творчества, давайте понимаем, что это народное творчество, да. Что один, один депутат смог запустить волну творчества. Это же какой вообще силыщей надо обладать. Вот. И вот наша первая картинка. Да, прекрасно. Какая там написана сверху, что там было? Заплати облгазу элитной собакой, элитной собакой. Это как раз отсылка к известному сериалу «Ведьмак». Это как реагируют котики. Ну, котики суперады, очевидно. Они просто понимают, что собачки кончатся, придут за котиками. А может, и весна придет раньше, и не надо будет за коммуналку платить. А тут нюанс в том, что, мне кажется, помните, был когда вот этот слоган «Переписала хату на кота?» Ну, так как тышь, как бы... То есть, я так понимаю, что вот этот ужас в глазах котиков, он... Ну, кстати, нюанс в том, что у Брагар есть кот. Или кошка, он говорил, по-моему, Марта ее зовут. Да, да, да. Так что, может быть, он тоже переписал на кота, и потом он предлагал по поводу собак вот такие нюансы. Серья, что... Коты опять выигрывают. Коты против собак побеждают в этой схватке. Ну, между прочим, вы вот смеетесь, а шутка пошла в массы. Между прочим, наши представители шоу-бизнеса начали уже воплощать. А вот Лессин Никитюк заехала на заправку, заправила машину газом, и на кассе отдала собачку. Сказала, примите, она у меня элитные породы, все нормально. Не приняли? Не прошелся. А во сколько кубов ее посчитали? Нет, а тут... Клубков шерсти, да? Сколько клубков? Тут еще тоже интересный нюанс. Вот если от денежных единиц, вы говорите, есть же такая денежная единица с песо. Так может быть, пора нашей уже стране... Так уже, между прочим, и картинка, допустим, один песок. Один песок, два песока. Ну, ввести новую денежную единицу и использовать. Зачем нам гривна вообще? Нет, ну, гривна тоже как бы в прошлом. Тоже просто вообще. Гривна – это нацбанку. Подожди. Должен быть один брагер. Сомалию. Равно, там, 20 песок. 20 песок. Вот, так что... Кстати, и песо переводится, насколько я знаю, с испанского означает взвешивание. Так как раз вообще подходит. То есть можно вообще собаке повзвешивать. То есть на вес считать. Ну, конечно. Не штучно, а килограммами. Ну, как их считать? С таями. С таями. Так, ну вот смотрите. В одной собачке может быть на вид 100-150 кубов газа. Так это хорошая, это элитная собачка. Элитная собачка. А собачка такая... На полмесяца хватит сразу. Двор-терьер такая, это на сколько? На пачку мыла, да? Ну, максимум. Бабушка, которая позвонила, у нее, на самом деле, собака... Простая собака. Да, обычная дворовая. Ну, вот. Брага слишком далек от глубинки. Ну, даже слуга народа ведь за него извинился. Тоже прекрасная реакция, как нефтегаз может заплатить Газпрому. Не, а что, такими самолетами? Гиперлупом. С элитными собачками. А почему самолетом сразу? Железной дорогой. У нас будет не только фастов Берлин, но и фастов Москва. У нас же забыли, у нас же прямых сообщений нет. То есть эти собачки будут через Минск. Да, фастов через Минск. ПСТС. ПСТС, да. Вот. И пошли люди и, скажем так, по классике, как говорится. Вот новое прочтение всем известных... Литературных шедевров. Литературных шедевров, конечно. «Трое в лодке, нищета и долги по ЖКХ». Вот. Я считаю, что это... И как они собираются расплачиваться, в общем, видно. Ну, по-первых, по-первых, он самый довольный. То есть у него есть. И он такой, все в сад, вы там будете петь, нет, вы там будете слушать и смотреть. То есть у него есть как. Да. Как минимум на аванс нефтегаза хватит. Ну, вот еще одна реакция котиков, которые уже покричали, испугались и думают, как бы, показать хозяевам, что можно быть полезными. Что не надо их сразу отдавать. Если есть такой кот, мне кажется, и жена может им нужна. Говорит, если бы у меня был такой кот, как простокваш, но, может быть, я и не женился. А мне кажется, это котик Брагара. Котик Брагара. То есть когда тут пришел, он так ему... Марта. Да. Котик Брагара Марта. Сразу так убрал, тут почистил. Скорее, пока ты там на комитетах, я тут по хозяйству. Да. Ну, уже все убрал. Чай на столе. Он приходит, чай на столе. Борщ в холодильнике. Все, все, все. Маски выстираны. Ну, логично, да. Вот. А вы знаете, что это же вообще и ноу-хау. Люди считают, что если заплатить псом за газ, а этот пес потом вернется домой, то это будет непростая энергетика. Вау. Зеленая? Возобновляемая. Да, вот вам уже и зеленые инициативы от зеленых депутатов. Так. Так что... Это практически вечный двигатель. То есть, получается, что там же идея в том, что вот вы взяли эту собачку, отдали, а она потом убежала и вернулась. То есть, такой кругооборот песоков будет в природе. Это, я же говорю, вечный двигатель. Он туда, как бы, с платежкой туда, потом назад самоволочь, на следующий месяц опять туда. А так и зима пройдет. Ну, явно же, они будут пытаться их удержать. Их нужно будет, когда отправить в Газпром вот этих собачек. То есть, или они оттуда будут уже? Ну, а потом они как-то там, как через эту стену, стену я ценю, как там на границе пролегать. Ну, главное, что они точно пролезут. Главное, чтобы их потом в баночке не консервировали под видом жиженого газа. Да, всяко ж может быть. Кстати, да, в этом плане Брага не доработал. Что же делать с жиженым? Вот еще прекрасная картинка. Украина перейдет на закупку газа по формуле Доберман+. Каких вам плюсов не хватает? Каких вам еще? Всех плюсов. Доберман плюсов не хватает. У нас же был Роттердам плюс, Амстердам плюс. Появился Амстердам плюс, да. Досердольф плюс. Доберман плюс. Кстати, да, считаю, что вот слуги народа, их же там больше 200 человек, а вот так никому неизвестный Брагар вот так раз. Брагар плюс. И сразу же стал... Мы уже посмеялись, что в Украине должен появиться индекс Докс Брагар. Мы будем мерять теперь благосостояние граждан не индексом борща, не индексом оливье или чем-то мы еще иногда меряем. Индекс Докс. Индекс Докс Брагар. Он просто один раз пришел на эфир и неудачно ляпнул. Кирилл, а у тебя есть где собака? На самом деле он несколько раз приходил на эфир, несколько раз неудачно, но Слава его нашла именно после собачки. То есть Экспром был хорошо подготовлен? Да. Муму оказалась фатальной просто. Мне понравилось, как бабушка, которой он это сказал, ее же очень быстро нашли и взяли у нее комментарии, интервью, и она сказала, он свой мозг не хочет продать. Так сложно продать, а чего нет? Ну это будет, знаете, элитное блюдо какое-то. Брагар. Ну есть же, подается в мишленовских ресторанах, не знаю там. И в азиатских забегаловках. Мозг Брагар. Или так далее. Нет, ну смотрите, собачки же в основном пользуются, готовят... Вьетнамская кухня, да. Корейская. Корейская. Да. То есть может Брагар просто туда наездился, вот эти территории, где сейчас коронавирус, вернулся и он так, опа. С короной. С короной, да. Ну в принципе да, но это ведь не... То есть пока его коллеги в комитете до поправочки пишут, а он это по Кореям до победит навам разъезжает. Откуда ты же взял вот эту идею с собакой? На самом деле у него были идеи не только про собаку, у него были идеи еще и там про кино и ряд других, но это не самое... Дискуссионное. Ведь все, что касается культуры, музыки, театра, кино, приходит на ум не только к Брагару, не Брагаром едино. Не, ну просто на секундочку, а вот представьте, если бы он сказал бабушке, продайте землю, и не вызвало бы... И купите собачку. Вот вы тут продали, кому налочку заплатили, продали землю, купили собачку. Удобно, ну все, вот тебе и... Ну так, я предлагаю не подсказывать им ответы. Ну хорошо, с Брагаром понятно. Вы новость слышали уже от коллег европейской солидарности? От коллег? Европской? От европской солидарности, да. На одном известном. Я уже в предвкушении. Ты что, не слышал о желании Ветровича? На каком из них? Простить Верховную Раду. Что это делать? Запретить, на секундочку, не выключить, не пресс, запретить сериалы и музыку в маршрутках. Никакого шансона, парни, все. То есть... Это вообще никаких звуков, Саша. Сели, тишина гробовая, в маршрутках ездят. Леша, ты понимаешь, если люди не будут слушать музыку, не будут смотреть фильмы, они начнут разговаривать. И смотрят друг на друга. Друг с другом о политике. И это точно будет мордобой. Спрашивайте, как мы оказались в такой ситуации спустя столько лет. И, собственно, что с этим всем делать? И почему название на улицах поменяли? Считаю, что эту инициативу надо принять. Поддерживаем. Ну, мне кажется, что... Запретить. Если она приведет к дискуссиям маршрутки, и люди начинают объединяться стихийно в маршрутках. Мне кажется, что надо еще принять... Я думаю, что... В некоторых маршрутках, особенно, скажем так, которые между городами, там бывает Wi-Fi. Бывает. Не скажу, что хороший, но бывает иногда. Это если когда автобус так подскакивает на это, то он иногда заматывает. Пикнет Wi-Fi, да, вдруг иногда. И его отключить. Ну, нечего вообще лазить по всемирной паутине. А пусть смотрят друг на друга. Ну, так что... Разговаривает. Хорошо. Ну, вот, смотрите, а почему вообще запретить музыку? Играла бы какая-нибудь классика. Так, он же... Вот какая классика хотел бы услышать Ветрович? Что, Вагнера? Ага. Или Чайковского, или еще кого-нибудь. Ну, Чайковского... Нельзя. Ветрович от... Кстати, какая была любимая музыка у Степана Бандеры? Я не знаю, какая у него, но у Ветровича... Подождите. А, подождите. По нитке симфония Шнитке, понимаешь? У него же, у Ветровича была Сакира Паруна. Вот это вот. О, включить. То есть включить. На самом деле, это же Сакира не Паруна, это Сакира Гончарука. Так что это все уже немножко... Включать? Ну, вообще, так, честно говоря, демонстрирует весь абсурдность того, чем занимается у нас Европейская Солидарность. То, чтобы думать об улучшении качества дорог, они решили почему-то думать, чтобы еще какие-то допуслуги отключить. Вас не смущает, что обе инициативы как бы от историков? Брагар-историк и Ветрович-историк. То есть это заговор историка? Ну, как минимум. Мне кажется, вот... Дело историков я бы не назвал. При всем уважении к историкам, мы действительно их очень уважаем, значит, что, наверное, политикой, может быть, немножко не стоит заниматься. То есть отправить их на культуру? Нет, заниматься историей, просто заниматься историей. Как учил нас наш преподаватель Гусев? Пять источников не прочитал, но семинар не допущен. Так и здесь. Пять законопроектов не подготовил? Вот. Но видите, вот пришел Ветрович в Европейскую Солидарность и сразу начал свои вот какие-то такие инициативки продвигать. С маршрутками. Так самое главное... Ты когда что-то был не замечен? Нет, чтобы сказать, да, какие-то лучшие там материальные состояния внутри своих маршруток. Потому что я, например, езжу и по Киеву, например, и многие из них реально убиты. Нет, музыку отключить. Вот это главное, что мешало. Хорошо, хоть не тормоза, ведь мог бы и другое предложить. Ребята, как минимум. Как минимум, да. Говорит, а давайте мы во всех маршрутках отменим, запретим, уберем, ликвидируем. Тормоза. А зачем? И повысим еще и проезд обязательно. Ну, конечно. Ну, как бы... Не надо же быть в накладе. Тут же, знаешь, сел у тебя вот полный состав маршрутки. Надо же понимать, что ты и будешь в плюсе. Или может быть тут расчет на то, чтобы все ездили в своих наушниках. Ну, вот звука не будет, и все-таки... А это я знаю, Говард. Причем в наушниках без плеера. Просто в наушниках. Просто в наушниках. Просто в наушниках. Чтобы глаза мы это не видели и уши мы это не слышали. Просто в наушниках. Ну, в принципе, как бы да. Ну, смотрите, ведь, скажем, и не ветровичем единым. Отличаются же и другие товарищи интересными нововведениями. Ну, смотрите. На этой неделе у нас есть прекрасный министр. У нас их много, кстати, прекрасных. Какой из них? Да, вот я просто к чему веду. У нас выбор большой. Малевск. У этих министров. Малевск. Это которая рука... Которая рука, нога, лотос. Лотос, да. Это ворот руки-ножницы. Ну, вот. Предложил ввести такое понятие, как не отчество, а матчество. То есть по матушке, как бы, можно сразу себя записать, чтобы знали, как вам обращать. Но если вдруг вы хотите. И это не единственное. Он сказал, что это, во-первых, даст выбор для идентификации. Вот. Это даст возможность индивидуального проявления. Ты ребенка можешь назвать, как он даже сказал, там, Z и цифры, там, 186, да, или 184. Как успел. C-3PO, знаешь, вот. Эй, ты. А то, что ты ребенку испортишь жизнь в школе и после школы. Ну, это уже такое дело, да? Нет, ты представляешь, что зовут вот так вот. Нет, я думаю, так. Ну, там, Х-128. Игрек. Натальевна. То есть? Натальевна, и все. Математические задачи. Нет, а можно назвать ребенка... Кстати, Гадия Петрович Хренова. Ну, вот как это будет звучать? Кстати, Натальевна, это будет, я хочу тебе сказать, сильно звучать. Ну, я тоже считаю, что звучать оно, конечно, будет сильно. И в такой школе, Ветрович Брагар Натальевна, к доске. Ну, подождите, и был же Эрик Мариев. И, кстати, зовите, Эрик Мариев. Эрик Мариев Ремар. Был? Был. А почему не может быть у нас свой аналог? Ветрович Брагар Натальевна? Да. А это вообще кто? Пол не понятен. Пол определить на месте. Ну, пол не понятен. Ветрович Брагар Натальевна. И собачка Брагара. Все будет в одном флаконе. Нет, ну, это у ребенка, на самом деле, мне кажется, могут в школе быть испорченные годы. Ну, вот... Почему в школе? В садике начнутся? Нет, ну, в садике еще можно быть. Вот если бы у вас было не отчество, а матчество, вас бы как звали? Хороший вопрос. Я так и не сооружу сразу. А в чем у вас там случилось заменочек? Я думаю, как склонять его. То есть, если я Кирилл Андреевич, а так буду Кирилл Маргаритович? Маргаритович. Ну, неплохо. Я вот Александра Ириновна, между прочим, на секунду, а вас Алексей? Алексей Аллович. Аллович. Все-таки лучше З-114. З-114 Аллович. Да. Пройдемте. Ну, смотрите. Ну, это, конечно, такая очень инициатива. Потому что, странно, потому что, с одной стороны, мы слышали, допустим, от президента, что вообще не нужно от отчества отказаться. А министр предлагает матчество. И вот как, вот разбери, значит, мы отчество выбрасываем, а оставляем матчество? Да, 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 а если будет отчество матчество, то есть подождите секундочку. Тогда от фамилии отказываемся. Нет, Алексей Аллович Леонидович, это же еще круче. И фамилию-то даже не надо. Не, ну, вот, кстати, так вот, Александра Ириновна Николаевна, пройдите вот, или там... И все это слитно. Ну, конечно. Нет, через тер... Надо... Через тер... Ну, да, мне кажется, проще отказаться от министра юстиции, а не от отчества. А вы не думали, что появится у нас, вот, скажем так, новая такая поговорка «Ума, как у моллюски». Ой, не думали, вот это же... Моллюска. Ну, моллюска, это что развучит так, моллюска? Ну, как-то вот... При всем уважении, да. Так это не единственная его инициатива. Ну, моллюска, это у нас еще есть моллюски. Ну, ребята, ну, на самом деле, он же... Много, много инфраструктей. Кроме этой инициативы, ему показалось мало, он решил усилить эффект присутствия, конечно, медийного, и заявил, что у нас, оказывается, первое, есть партии зомби. И более того, их надо, конечно же, что сделать? Запретить. Надо запировать. И их ни много, ни мало, почти 50 штук, 48 на счетах. Я думаю, надо возглавить, а он запретить. Ребята, ну, знаете, вот эти фильмы, но же президент сказал, что будет Голливуд. Вы сидите? Да. Партии зомби. Выходящие из здания министра юстиции. У нас были дроны-грибы, летающие слоны и партии зомби. И пессыки бегают. Да, и пессыки, да. И только мертвые с косами вдоль дороги стоят, и пессыки бегут. Да. Не, ну, страна, как бы. Как вам? Я предлагаю разбавить мимимишные новости об 14 февраля. Все думают, что это будет день влюбленных, а на самом деле это будет день отчетов правительства в парламенте. Ну да, это, кстати, интересно. Да, то есть отчет Кабмина Зеленский заслушает 14 февраля. Собственно, Гончарук, наверное, оденется как на праздник, возьмет валентинки. Конечно. Подожди, он сначала их сделает, а потом возьмет. И тут еще дело в том, что надо и в Раде сделать, чтобы депутаты писали валентинки. Мальчики. Бюджет в виде сердечка. Или, как бы, кому что напомнит. Ну, какой бюджет так. А потом вот листики, из которых вырезали сердечки, покажут, что смотрите, какие у нас дырки в форме сердечка в бюджете. Это ведь красиво. Во-первых, это красиво. Подождите, а из чего они это будут делать? Ведь билет запретил бумажный оборот. Ну, шторсырье придется какое-то. Вот эти бумажки, чтобы вот это вырезали. Все, ореганы и журавлики заканчиваются. Держи в смартфоне, иди я. И смартфона придется. То есть тут как бы... На самом деле, вот я думаю, вот плохо, что Алексея Гончарка не зовут Валентин, тогда бы он мог себя подарить. Ну, а он может воспользоваться инициативой Моллюски, и прийти себя переименовать. Нет, сначала попросить свою маму переименовать себя, для того, чтобы, ну, вот мачество получилось, назвать Алексей Валентинович. И прийти уже... Главное, чтобы он был не Алексея Валентиновна. Мало ли, всякое что может быть. Если это ему поможет остаться на должности, то он и на это пойдет. Ну, кстати, почему нет? Это ход конем. Там же сказали, будут кадровые ротации. Вот он и прокрутится вокруг своей оси. И все, и поменяется. Когда-то, оп, и новый премьер. Такси в Соловьемляске, Мосяске, новый премьер появись. И он так, хоп, и все. И вот Алексея Валентиновна. И здравствуйте. Ваш новый премьер. Чего вам не хватало? Рынка земли? Вот. А нужно ли переназначать такую вот личность? Вот чисто политико-юридически. Во-первых, это новое лицо. Вот. Это подходит. Лицо-то новое, а паспорт-то старый. А вдруг и новый. Может, у него будет какой-нибудь ID. Новый. Удал, а с мультипаспорт. По стечатке глаза. Ну, да. Первый, выданный. Это можно. Ну, вот смотрите, что у нас еще поинтересненького. И что он там расскажет на этом отчете? У нас тут в соседней стране что-то было интересненькое. В соседней стране у нас Трамп. А вот с Трампом как раз в соседней стране. Ну, близенько так. Ну, на самом деле это вообще как бы... За углом. Ну, вот, почти. Так. Рукой подать, скажем так. Новость состоит в следующем. Трамп отменил импичмент. Или Трампу отменили импичмент. Я даже зацитирую. Трамп об импичменте. Мы прошли через ад. Вот. Мы. Главное. Welcome to hell. Ну, потому что он уже был не один. Там еще и Сенат, и Конгресс. И американское общество. И Джулиане. И Байден. И, собственно, Владимир Александрович Зеленский. Там тоже на бэк-вокале. Так что... То есть у него была такая... Украинская традиция пошла в массу. Двухпортильная. Взял тренинг у Леонида Макарайевича Кравчука. Двухпортильная. И помешка полег так. Вот так. Оправдан. Не, так на самом деле должна быть компьютерная игра бродилка, как был когда там Супер Марио. Должен быть такой Супер Дональд или Трамп Форевер. И он должен вот так вот между капельками и как бы... Между Нэнси Пелоси и Хилари Клинтон, которая там... Ну, кстати, да. Можно... Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не прончится, там дядя Дональд проползет и ничего с ним не случится. Дональд Федорович это надолго. Иванович. Ну, на самом деле, вот вы смеетесь, а это реально может быть надолго? Как вот показывает нам твиттер Трампа? Как он видит себя? Это кошмарный сон Хилари Клинтона, Джо Байдена и всех сотоварищей. Я вот предлагаю посмотреть на прекрасное видео, как видит Трамп себя надолго. Хорошая музыка. Эль Классик. Пробежал уже в 2040-й. Да. И ближается 52-й, 6-й, 60-й, 64-й, 68-й, 72-й. Я не успеваю. Главное, чтобы демократы успевали за ним. Ну, короче, такое чувство, да, что Трамп... Подожди, подожди, подожди. 10, 50, 70. Он навсегда. Да. Айл Бибек, Айл Бибекович, мне кажется, ему надо приехать к нам. Мне кажется, Барак Обама уже посидел, сможет опять... А Хиллари Клинтон? Преобразиться, да, и уже как там в индусской мифологии, да, перевоплотиться и опять баллотироваться. А Трамп будет бесконечно возвращаться. Птица Феникс, да? Да. Из импичмента. Из Твиттера. Из Твиттера. Нет, но с другой стороны, в США же есть ограничители на два срока. Может быть, Трамп намекает, что он хочет отменить эти ограничители. Как раз на своем завтраке скажет, что не хочу ограничить. Не хочу. Или просто никаких ограничений. Слушайте, да, я император, хочу быть всегда. Потом опять-таки же вернусь к моей любимой теме, к нашему министру Триции Моллюски. Он там что-то себе поменяет и скажет, что император навсегда, он еще скажет, что лёг, я твой папка, понимаешь? Можно экспортировать Моллюску. Он ему там пропишет вот эти все новшества, мачества и так далее. Ну вот смотрите, вы тоже вспоминали, как произошел красивый инцидент, ну такой голливудский во всех традициях. Драма, да. С разрывом бумаг. Это во время импичмента. То есть уже после. Попытки, попытки. Точнее, когда Трамп уже выступал с обращением к стране, да? Да. У него был такой State of the Union, так называемый. Когда он сказал, что Америка будет сильнее, как никогда ранее. Высадится на Марсе и женщина на Луне. Never before. Never before. Вот. И происходит очень интересный момент с разрывом бумаги. То есть я бы это прокомментировал так, милые бронятся, только тешицы. Демократы. Ну, наверное, нужно было что-то сделать. Можно было не приходить. Мне кажется, у демократов, знаете, за ночь до этого там сидели и думали, так, нам нужно какое-то креативное решение. Вот когда будет Трамп на сцене. Пусть он подскажет, что делать. Какое-то вот такое, что вот Нэнси может сделать? А вы не думаете, что они просто подсмотрели наш земельный комитет? Кстати, скопировано одно... Причем очень плохо. Они могли прийти там и дымовые шашки покидать, как у нас. Не, ну это... Раскладушки поставить. Это в будущем. Гранат. Потом заблокировать трибуну хотя бы. Ну, не все сразу. Пока что вот так. Начинаем с малого. Да, вот так. Но вроде бы там еще была история в том, что Трамп, она подала руку, а он ей не пожал ее. Как он... Ну, после вот этого импичмента, потому что она... Нет, ну, кстати, у него было такое, он мог ее посильнее хлопнуть по плечу, мог оттолкнуть, мог... Что он еще мог? Но он не пожал и после этого она решила, что надо уничтожить. Фигурею. Ребята, она могла ее съесть? На другую. Она же могла ее съесть? А если бумага плотная? Саша, а как ты себе представляешь? Потереть надо. Саша, а вдруг бы она заразилась? Чем? Она с бумаговирусом? Трампизмом. Трампизмом? После того, как съела ему речь. Это как, нелюбовью к мигрантам, что ли? Ну, вот этим всем стенами, желанием строить стены, еще новые стены. Это тут и любовью к Владимиру Путину. Ой, тут у нас, кстати... Ла-ла-ла-ла-ла. Кстати, кстати... Ну, Трамп уже здесь. Ребята, ну, смотрите. Ребята, возвращаясь к нашему региону, да. Подожди, ну вот на самом деле, вот мы посмотрели, скажем так, ведь американские традиции приходят и к нам, причем там, где мы даже этого не ждем. У нас неожиданно в учебнике по истории... Случайно. ...оказалась фотография, на которой изображен, как вы думаете, кто? Матрица. Ну, Алексей, не подсказывайте. В украинском учебнике по истории нашли мем с Киану Ривзом. Первая реакция, которая появилась в сети, а где же грустный лис? Кстати. Как его могли забыть? И где, собственно, Ветрович, который все эти учебники должен был проверять перед выпуском? А он, наверное, и проверил. Ветрович с Брагером вместе. Должен создать комиссию по проверке учебников истории. Тогда, во-первых, нужно собаку добавить, грустную собачку. Вот ребята отвлеклись, и там появился Киану Ривз. Саш, тогда нужно грустную собаку добавить, эту картину. Картина называется, ну, или фотография, правильно говорить, обед на небоскребе. Фотография. Да, только что-то не видно, чтобы они что-то там ели. Не, я видел. Лиса! Они съели лиса! Или собачку. Ну, это да. Не, ну, я, с другой стороны, я слышал, вот этот историк, автор этой книги, он как объяснил, он сказал, что я специально это сделал. Ну, так все. Да. Так все, кто что-то слышали уже. Он сказал, что там еще вообще несколько есть таких. То есть я понял, что... На внимательность. Я думаю, что он открыл свою папочку с фотографиями, которые он скачивал с интернета, в кавычках исторических, и тут он увидел, что некоторые фотографии... Не совпадают. То есть это такое, подготовка к ЗНО идет, да, на идее что-то, лишний предмет, да. Да, исторические несоответствия. Да, не, ну, вот, кстати, вот, да, для наших зрителей это, смотрите, вот, пиар-оправдание. Если ты уже понял, что ты попал, ну, так говоришь, что так было задумано. Ну, так она... Задумано было так. Опять сложал, говоришь, что я же так и хотел сделать специально, чтобы нашли 10 отличий. А вот именно дети прям... Нам уже так и говорили некоторые, я так хотел проверить, насколько вы внимательны, как вы следите за моими переписками. Кстати. Да, это все... Поэтому в любой неудобной ситуации говоришь, что так и надо было. Да, вот, кстати. То есть не «ой, как неудобно получилось», а «ой, как интересно получилось, я так и хотел». Молодцы, вы нашли. После этого Киану Ривз должен требовать уже какие-то гонорарщики, наверное. Не, ну, кстати, тут интересный вопрос. Ему книжками отдадут. А насколько дети знают, кто такой Киану Ривз? То есть ты считаешь, что это герой уже более старшего поколения? Ну, да. Это открытый вопрос. Вот, хорошо, ребенок какого-то, не знаю, 5-6 класса, открывает такую книжечку. Уважаемые зрители, я вам расскажу маленький секрет. На днях Алексей у себя в соцсетях задался вопросом. Связано это было с новостью о том, что снимают и ликвидируют таксофоны. Да. И Леша говорит, боже, как же мы объясним детям, как сбежать из Матрицы? И вот я думаю, что Киану почему такой грустный на фотографии? Он как раз думает. Он, на самом деле, ситуация – это подлинный факт. Он просто отправился в прошлое. И сказал, да, по телефону, и сказал, что ребята, аккуратно. Я там был, туда не ходите. Там вот не то, не туда. Что вы думаете? То есть он сбежал из Матрицы, хотел, наверное, в Голливуд, а оказался там в учебнике истории Украины. А оказался на Небоскребе, да? Немножко не добежал. Ну, или не туда свернул, что тоже бывает по коридору, да. А все, а из Украины не убежишь. Из Матрицы выхода нет. У нас только на самокате можно покататься с гончаруком. И то внутри Матрицы. Это знаменитый золотой треугольник Грушевского банкового парламента. У нас такая Матрица, мне кажется, что она уже и на США распространилась. Ну, на самом деле, согласитесь, что мы… Мы их заразили, да? Ну, Матрица, она же поглощает, она все вот… Ну, вот смотрите, пока мы тут говорим, как у нас все свободно. Мы думаем, где же остался, может, последний хотя бы телефон, чтобы тут выскочить из студии. Таксофон? Таксофон. А карточка у тебя с собой есть, чтобы туда… Я думаю, что тут не только в таксофоне, а просто вот в дисковом телефоне. Это надо поискать только или действительно на Банково, или на Грушевского. Где-то еще там вот… Есть. Спецсвязь. Конечно. А я, кстати, жетончики сохранил. Ну, слушайте, что… Это Алексей продуман, и он знает, что скоро-то они поднимут проезд с 8 гривен до 10, и опять жетончики ведут. И он теперь… О, кстати, если вы хотите выйти из Матрицы, вы можете набрать номер телефона нашей студии, и мы вам расскажем. Покажем, и даже пошутим. И не только выйти, но и зайти в Матрицу. Да, можно зайти. Главное, кстати, вход в Матрицу бесплатный, а вот выход – это уж кому как повезет. Ну, хорошо. С Украиной разобрались, с Соединенными Штатами частично. А что же у других соседей происходит? Вот, интересное… У нас еще есть соседи? У нас еще есть соседи, да. Еще есть. Вот, и к таким соседям, которые у нас еще есть, относится ни много ни мало Республика Беларусь, в которой… Кирилл, что происходит? В которой, зачитывая, в Беларуси арестовали директора всех сахарных заводов. На минуточку. Что известно о сахарном деле. Лукашенко заявил, что это обыкновенная борьба с коррупцией. А мы-то думали, что на самом деле борьба с коррупцией, когда никого не задерживают. Ну да. И спортивная рыбалка. Ребята, как дальше жить? Взяли и выпустили. Вы понимаете, что мир больше не будет? Люди-то бурячки чистили. Не будет. А это… В самолете? За коррупцию. С терочкой. Сахарные бурячки. В самолете? Ну. То есть директора сидели, уже готовили для фабрики, прям сидели в полете. Ребята, вы поймите, что… Вот как мы тоже, Игорь, влияем на соседей. У нас раньше было все в шоколаде. Сладко. Вкусно. Ну, Саша, знаешь, так скажу, не все, что черное… То шоколад. Ну, шоколад, да. И не все, что золото, да, то рошеновские монетки, да. А теперь у нас все как, с юмором? Нет, а теперь вот у нас уже как бы не сахарно и не шоколадно. А вот видите, как мигрирует тренд в сторону? Ветром, 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 вот как вот надуло, понимаете? Сахарное дело, между прочим. Кстати. Это вам… Нет, так, извините, Лукашенко их всех собрал? Да. На одном самолете. Долго я вас всех на одном самолете собирал? Всех. Всех. И вот. И вот. Вопрос, что ж теперь делать с сахаром они будут? Ну… Я думаю, что у них все будет хорошо. То есть у них, смотрите, получается, Лукашенко показывает, что можно без НАБУ, без САП, без… Голыми руками, так сказать, да? Да, ДБР, без НАЗК, бороться с коррупцией. Нет, мне кажется, нам надо просто с ними поделиться опытом. Главное, что им с нами не надо было поделиться Лукашенко, потому что всякое может быть. Сахаром. С сахаром. С сахарком, да. Все-таки. А у нас бы, если бы арестовали, то пришлось бы буречки-то сажать опять на грядки. У нас бы арестовали, они бы немножечко посидели, а потом бы их выпустили. Посидели, в смысле, цвет волос сменили? Нет, потому что у моллюски, помните, среди прочего, у них же есть еще инициатива продать тюрмы, СИЗО. Кстати, кстати, хорошие. Сделать их частными. Ну, чтобы вот так, уже прям тех, кто... Знаете, была элитная тюрьма, ты знаешь, что ты... Антикоррупционная, давай называть. Антикоррупционная тюрьма. То есть ты туда попадаешь, как бы, а там все, там лакшери. А там матрицы тоже. Вот вы смеетесь? Вот я же не зря спросила про посидели. У нас же, ну, это не совсем наши прямые соседи, ну, то есть совсем не наши прямые соседи. Но страна, которая живет, скажем так, в общем, да, парадигме... Дружественная нам. ...прошлого, да, нашего общего. Так вот. Светлого будущего. Алексей, вы в курсе, что в Туркмении чиновников старше 40 обязали стать, как вы думаете, седыми как президентом? Кирилл, можешь прочитать, что там написано? Как там написано? Мужчин-чиновников определенного региона на востоке Туркменистана старше 40 лет обязали ходить с седыми волосами, сообщил корреспондент Радио Свободы. Обязали. Таким образом, госслужащие должны уподобиться президенту страны Гурбан Гулы, дальше не буду читать, который стал появляться на публике с сединой в августе 2018 года. А я предлагаю новости для начала. Обсудить наши ребята. Должны обсудить мы этот звоночек, точнее, эту тему должны обсудить с нашим зрителем. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый день. Как вам новость? Подскажите, как раздвуковать канал Украина. Еще раз повторите, пожалуйста. Как раздвуковать канал Украина. Спасибо. Понятно. Как как? Вначале надо заблокировать, а потом его разблокировать. Зашифровать, чтобы потом расшифровать. Нет, ну просто, ну, это вот вопрос из Матрицы. Как разблокировать канал? Это канал наша страна. Канал Украина. Как разблокировать канал Украины? Ну, мне кажется, для начала всю страну. Всю страну надо. Не, ну как, пальцем так, слайдером проводишь и разблокировать. А вы как-то оставил и заблокировать. Это может выйти из Матрицы? Ну, попытка может быть. Так вот, возвращаясь к нашим седым... Канал Украина. Точнее, не к нашим, не к нашим еще, но к седым чиновникам. Ребят, мне кажется, что в комплекте достигаешь 40 лет. Тебе не нужно идти в паспортный стол и еще вклеивать фотографии, потому что это делается позднее. Но ты уже чувствуешь, что вот-вот. И тебе государство присылает посылку. Там мел. Ты вечером чертишь круг. Есть его? Нет. Чертишь круг и ждешь. А утром ты просыпаешься такой же седой, как президент. А вот давайте подумаем дальше. А если президент себе набьет татуировку на лоб, то все чиновники должны делать так же? Это как школьный учитель. А если все будут прыгать с моста, ты тоже будешь прыгать с моста? Хорошо, а если президент прыгнет с моста? А голову ты не забыл? Саша, а если президент прыгнет с моста? Подождите. Все прыгут, конечно, седые, все седые. С татуировкой. Кстати, нам это не угрожает, потому что у нас мосты просто не строятся. И прыгать-то неоткуда. И чиновники у нас молодые. Ребята, у нас нет чиновников в наши 40 лет у нас с этим проблемой. Для начала нам надо их оттуда импортировать, завести этих чиновников. То есть нам уже пора оттуда. Ну подождите, из Грузии были? Были, кстати. Прибалтика была, есть и будет, мне кажется. Поляки были? Были. А вот из Туркмении не было. Непорядок. Кстати. Кстати. Нам нужное азиатско-экономическое чудо. А я как такое сделаю? Саша, у нас еще из Беларуси тоже не было. То есть можно оттуда и из Беларуси. А давайте этих сахарных заберем просто. Сахарных. Сахарные коррупционеры. Ну то предусловие, что они с седыми прилетят. Ну как бы с тебя... Вот что они прилетят с седыми. Это гарантированно. И все это будет называться сахарные чиновники. Сахарные чиновники. И мы будем их сразу узнавать, они будут с седыми. Нет, ребята, так и будут с сахарные чиновники. Просто сахарок. Сахарок. Ну так, смотрите, зачем коррупция в Беларуси? Вот. Давайте нам. Схемы. Нет, вообще надо... Приходите к нам. Мне кажется, наша страна должна сказать. Обмен опытом. Мы всех коррупционеров готовы принять. Забрать просто. Как раз только антикоррупционные тюрьмы построим. Да подожди. Мне кажется, их надо поселить в отдельный городок. И будет у нас такой... Город Солнца. Коррупционерстан. Коррупционерстан, ну... Под Киевом. Ну может быть такое что-то. Коррупционерград. Коррупционерград, да. Вот. Ну сразу у нас... Вообще, мне кажется, надо всех просто... Знаете куда? И сразу всех их в наблюдательные советы. Обязательно. Ну как бы... Ну как бы на зарплату там... Они достают как это? 300, 500 тысяч. А если нет, пусть подскажут как надо. Правильно, да. А за наблюдательным советом, чтобы стоял подслушивающий совет. Друг друга должны контролировать. Подглядывающий. Потом подглядывающий. Потом подсказывающий совет. Подсматривающий. Ну да. Ну вот, в принципе... И по очереди они должны меняться местами. Это, кстати, очень инновационная идея. Действительно, собирать всех вот таких вот... К нам. Всех вот таких вот. В страну. Ну, страна открыта. Президент же Зеленский сказал, что он готов. Надо возвращать людей. Да. Убрастить. Дубилит сказал, что у нас 37 миллионов. Надо пополнять. Подожди. Выдавайте всем паспорта. Смешно. Как он это посчитал? А как он это сделал? Это же надо еще рассказать. Это надо формулу вывести. Как дубилет это... Как это все было? Это же отдельная тема для обсуждения. Сколько ты там говоришь у нас теперь по счету? 37 миллионов. 37 миллионов. Зачитай, что там дубилет у нас. Сделай. Да. Новость называется умножение на 0,88. А давайте пока Кирилл листает и будет читать, мы послушаем наш звоночек. Здравствуйте. Алло. Вы в эфире? Алло. Мы вас не слышим пока. Вы заблудились? Алло. Сматриться. Здравствуйте. Алло. Алло. Я давала запитание. Слушаем вас. Будь ласка. Чому не можно, какие зарплаты чиновников, что они лишние нарахованные премии на 100 газу, все эти зарплаты трохи изменятся и людям добавить пенсии, зарплаты вчителям, лекарам? Дякуем вам дуже за запитание. Ну вот смотрите, мы сейчас вспомнили про дубилет, а он оказался на самом скромном в плане выплат дополнительных премий. Он ее тоже умножил на коэффициент. А может, кстати, это случайность? Ну потому что Кернес обещал кого-то умножить на ноль, а дубилет будет умножать на 0,88. Слушайте, а может быть, случайно? Он думал, что больше, а случайно коэффициент вот этот использовал, и оказалось, меньше. А уже что? Что ты использовал? Ну то есть хотел сделать, как обещал Зеленский, 65 миллионов, а вышло 37. Ну чуть-чуть. Ну так, промахнулся. Вместо того, чтобы умножить, разделил. Ну так иногда бывает, математика. Ну бывает, ну конечно. Ну судите строго. Так вот новость. Дубилета заподозрили фальсификацию переписи населения. На что он ответил? На что он ответил, что он все это дело умножил на коэффициент 0,88. А вот почему 0,88, а не 0,66 или 0,44, как код города Киева, он нам непонятно. Может, это мой любимый номер. Подождите, ребят, ну секундочку. Есть число Пи, есть число Фибоначчи, а будут числа Ду. Вот есть Пи, а есть Ду. Число Ду. Мне кажется, это правильно. Пи, а потом Ду. Ну главное, да, вместе не ставить. То есть это все, игра как это, теория больших цифр. Пу-пу-пи-ду, да, вот так вот как-то число. Ну интересно, почему-то будет коэффициент. Вот в школе задача для третьего класса. А потом говорят зарплата. Напишите число Пу-пу-пи-ду. Какое у вас там мачество? Давайте вернолпас напишем. На билет какое у вас мачество, вновь все это все на число дуло. Нет, ну школу забейте. А кто там нарисован на фотографии? Ребята, все было бы смешно, конечно. Ну вот этой фотографии, которую показывали. Это все в школе, да? Вот представьте, такие вопросики, учебник истории с пасхальными яйцами. ЗНО, это подготовка к вступлению в вуза. Вот вам смешно, между прочим. А человек деньги потратил государственные? Из бюджета. Конечно. На секундочку. Может, нам и бюджет надо умножить на 0,88? А думаешь, они так не делают? Вот наша зрительница спрашивала, зарплаты. Вот так они же... Так они получают себе зарплату. Зарплату они с повышенным коэффициентом умножают. Не, ну не все. А наделение с пониженным. Видите, этот билет случайно поделил. У него универсальный коэффициент. Поэтому в любой не по этой ситуации умножай все. Билет просто в столбик умножал. Да его уже даже назвали, как агент 0,88. Понимаете? А бумаги не оказалось? Ну как бы, а как ты вот он же... Да, бумаги нет. Ручки скоро тоже не будет. Ну потому что все бумагу порвало Пелоси. Это мы уже разобрались. Тут все понятно. С ручками-то почему? Ручки все у кого? У министра? Мелюски-мелюски. А ножки где? У него же и ножки. У него же и ножки. Он главный по канцелярии выступает. Он же выставлял там все. И ручки, и ножки. Ну вот смотрите. Вот любителям выставлять все. Вот Памела Андерсон, между прочим... Не выставляла ручки. Не выставляла все. Она пошла другим путем. И удивила общественность иначе. Знаменитая актриса голливудская. В пятый раз вышла замуж. Может, было бы поздравить. Все бы ничего, но через... В пятый раз, как первый раз. Но через 12 дней она решила, что нужен шестой брак. Явно. И развелась. Как вам новость? 12 дней. Абсолютные мировые. Я думаю, такое возможно только в Украине, в центрах вот этих вот... Моллюски. Моллюски. Моллюски, да. Как они называются там? Готовы? Готовы. Там за один день могут развести и женить. Кстати, да, там можно и за один день. Даже там можно рекорд побить. Вот у вас. В один час подать, а уже в следующий, уже все. А еще просто знаешь как? В одной очереди муж подает, в другую очереди женат тоже подает. Так и развлекались, да? И мальчество можно добавить себе заодно. Так что... И от отчества отказаться. Так что 12 дней это не рекорд. Мы желаем новых свершений. Даже двух недель не протянуло. Мы желаем новых свершений, новых рекордов. А кто там был муж? Может быть, это дело в этом? Ребята, может, она просто поехала в тур, знаете, на 12 дней. То есть раньше не могла? Раньше не могла развестись. А куда в тур? В Китай? Ну, куда? В светлое будущее. Золотое кольцо Киевской области. Так на секундочку, вот смотрите. Тут же еще не все так просто. Вот Кирилл не дочитал. Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон развелась не с кем-то, а со своим пятым мужем, который был продюсером. А ты точно продюсером? Точно продюсером. 74 года Джону Питерсону. Саша, он оказался некачественным продюсером, мне кажется. Может, она просто не знала, что ему 74 года? Может, она не знала, что он продюсер? Ну вот. Хотя я помню вот к Памеле, у меня достаточно позитивное отношение. Я помню, как она участвовала, поддерживала желтые жилеты во Франции. И против Трампа митинговала еще. Ну, то было уже до желтых жилетов. Так что... И снималась в всяких фильмах. Хорошо, давайте послушаем звоночек. У нас, по-моему, есть решение, как нам... Кстати, спасатели Малибу. А, это очень... Может быть, Бомелу и к нам сюда? Спасатели Малибу. Давайте послушаем звоночек. Здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас. Алло, Александр, вы меня чуете? Ничего, я не знаю. Я вас назначу увагу и слуху, и вы мне очень подобаетесь, и ваши передачи. Но сегодня чуть-чуть вы изнародите, женочки, которые вас запитали, почему вы им не за нами исповедите? Так. Давайте уделим внимание вопросам. Второй вопрос касается непосредственно зарплат. Ну, смотрите, мы точно так же, как и вы, наши уважаемые зрители, переживаем по поводу заработных плат. И не только мы. Мы понимаем, что там, вверх, наши деньги. На налогоплательщиках. Да. И президент переживает. И премьер переживает. Да. Ну, президент точно переживает. Премьер может там... Ну, подожди, премьер в пятницу сказал, что теперь... Снизены кофициальные. Да, будут от трех до пяти средних зарплат. С инфискацией. Это будет оклад у наших министров. Только если мы с вами вспомним, что средняя зарплата у нас в правительстве нарисовали в районе 10 тысяч, то от трех до пяти это как бы такая сумма получается очень неплохая. Потому что, может быть, лучше бы они сделали 10 минимальных, которые 4 тысячи. 10 минимальных индексов Доксбрага, и вам будет счастье. Нет, ну а так получается, что зарплатка как бы и так немаленькая. Хорошо, но это мы вот с министрами и чиновниками. А как вот быть, еще же спрашивали, что делать с «Нафтогазом», с «Укрпочтой» и другими... Завидовать. Гончарук написал письмо. Завидовать. Но Гончарук написал письмо. Ну, вот наблюдательному совету «Нафтогаза». А чтобы письмо отправить, надо что, идти на «Укрпочту»? А там ведь ему специально тарифчик такой сделать, чтобы письмо долго шло. А еще, чтобы письмо отправить, нужно на бумаге его написать. А у нас же билет отменил то бумажный документооборот. Так что, может быть, письма и нет? То есть, придется писать на заборе. Нет, так может быть, письма... По его на заборе это оригинально, это такое подслание. Нет, так может, реально письма и нету. Это, помните, как вот эта ситуация с так называемым заявлением об отставке Гончарука, которого заявления не было. Да, потому что один из журналистов сделал запрос в офис президента, ему прислали, что заявление офис президента Гончарука не получал. Ребятки, ну... То есть, опять «Укрпочта» не донесла. Смотрите, ну вот мы говорим, что нашим министрам, да, вот, очень много платят. Тут они сами заявляют, что им не хватает, детей им сложно завести, как министру новосад. И тут мы узнаем совершенно ошеломительную новость о том, что молодая министр образования госпожа Новосад... Вышла в сад? Почти. Если бы она вышла, я думаю, что это было бы не так вопиющее. А она, поработав всего на должности 5 месяцев, купила квартиру за миллион гривен. Ну, во-первых, это красиво. Во-первых, у нее не хватало детей. Тут тоже, можно сказать. Ну, во всем себе отказывала, мне кажется. А на квартиру хватило? Ну. Не покладая рук, сидела в медом, в этом ведомости, хотел сказать. В министерстве с понедельника по воскресенье на всем экономила, и на ручках, и на детях канцелярии, и на детях, и на святом. Вот стало известно, что квартира была куплена в компании Дизбуд в столице общей площадью 46,6 квадратов. Это всего-навсего, между прочим. Или хорошая однокомнатная квартира, или очень компактная двушечка. Поэтому... Или очень... Но все равно... Ну, маленькая, зато слаб-квартирка, но своя, ну, за миллион гривен. Да, да. Зарплата маленькая, и квартирка маленькая. Ну, и квартирка маленькая, да. А наглость большая, мне кажется. Мне еще понравилось, как она это прокомментировала, когда у нее спросили. Она сказала, сори, не коментую. Да. Это вам не квартирки Сергея Лещенко, это по 46 метров всего. Ну, видишь, как мы выбрали новых, ответственных, скромных. Ну, слушайте, ну, у Сергея Лещенко началось с квартиры, а сейчас-то он... Квартира-оптимист? Где? В УЗД. Подождите, да. А сейчас-то он специалист по паровозам уже. Хорошо, ну давайте... Смотрите, а Сергей Болещенко, на самом деле, мог за два месяца эту квартирку отбить? Нет, ну, да-да-да. А может, и за месяц, если постарался. Подождите. Алексей, если Сергей Лещенко, сейчас вы мог себе спальный вагон купить просто. И ездить. Ну, вот давайте от таких вот новостей остро-социальных к красивому, ну, просто к красивому. Мне кажется, что позитив нужно нести в массы. Нужно. Женщина третьего тысячелетия, Ирина Луценко, устроила зажигательные танцы с пандой. У нас были танцы с пингвинами. С собаками. С собаками у Луценко был танец. В той же семье. Кстати, да, в той же семье собак. Но у них просто танцы с животными – это визитная карточка. Или они работают. Я предлагаю посмотреть и порадоваться. Собак уже дали за долги коммунальные. Подали. Подали. А теперь панда. Давайте посмотрим. Панда нам приготовится. Ума Турман просто, мне кажется. Подожди. Этот человек обладает титул женщины третьего тысячелетия. Вот. Представных, экс-представных президента в парламенте. Ну, Европска Солидарна. Да, Европска. Нет, но с другой стороны… А вам не кажется, что вот злочинная панда зазвучала как-то немножко иначе? По-новому. По-новому. По-другому, да. И они туда же. Нет, смотрите, вообще интересно. Давайте посмотрим на это видео. Оно, такое чувство, что оно сделано в Китае. Алексей, а вы детектив просто, мне кажется. Опять собаки. Вы с ГБР не пробовались податься? Да. Я просто смотрю, там вот китайские иероглифы. То есть, может быть, она шлет сигнал СОС по поводу вируса коронавируса где-то там. Если вас удерживают в заложниках в маргните дважды, или потанцуете, или потанцуете. То есть, ты считаешь, что за ними… Из их жестов, да? То есть, ты считаешь, что их не будет эвакуировать украинский МЗС? Уже последний самолет вернулся, Кирилл. Уже некому эвакуировать. Ну, ведь смотрите, но видео действительно сделано в Китае. Но вы не думаете, что вот панда, она добрая, она обязательно даст эвкалиптовую ветвь семье Луценко. Ведь на самом деле фокус в том, что танцует Ирина, А он-то снимает на телефон. А выставляет Юрий. А может быть, Юрий хочет просто показывать, что все хорошо, не в Китае как-то… Да, изучает опыт борьбы с коррупцией китайской. С пандой. А может, это конкурс «Перетанцуй все»? А может, это вообще Юрий в костюме панды танцует? Кстати, да. А записывает вообще кто-то там? Кто-то другой. Как у тебя следствие? Повторяю, запоминаем движение, да? Но вообще, конечно, это шедеврально. Шедеврально. Судья «Квартал 95» позавидовал бы им. Ну и, ребята, самая главная тема, без которой мы не можем, скажем так, уйти сегодня из эфира, это, конечно же, земля. Все готовятся к земле. И даже наш городоначальник. Кирилл, жгите. Так, битва за землю. Первая кровь в Раде. Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила палец. Хорошо, хоть не палец Разумкова. Глава фракции «Батьковщина» во время блокирования президиума Верховной Рады оторвала провода у главного микрофона на месте спикера. Собственно, о чем это нам все говорит? Провода я твои повырываю. О чем нам это все говорит? О том, что микрофончики надо уже тоже носить сенсорные. Сенсорные микрофончики. А вот были бы все с наушниками и микрофончики, а бы не пришлось. И вообще уже проводить это дистанционное голосование. И просто сидеть на кнопочке нажимать. Дистанционное присутствие можно тоже. Потому что... Скайп-конференции вместо заседания. Здание там тоже можно уже как-то сдать. Ну не только делать частные тюрьмы, но и частные парламенты. А там же есть идея о частных армиях в парламенте у нас же там. О частных военных компаниях. Ну, понимаем, что это частные армии. Господа, все-таки тема оказалась длиною в несколько пленарных недель. И нелегко она будет даваться нашему парламенту. Как вы думаете, осилят, дожмут, додавят или отстоят? Как? Вот что будет с землей? Так, тут опять-таки же. Я думаю, пока они будут осиливать, уже надо же посевная будет начинаться. Надо будет сажать. Нам как раз этих белорусских сахарозаводчиков сюда. С бурячками. С бурячками. Что-таки весна-то уже... А зимые бурячки у нас уже. Вот-вот. Поэтому, я думаю, как раз вариант с тем, что это будет на два месяца уже так посчитали. А не только, что, вот смотри, подожди. Вот были же трудовые какие-то там направления, да, куда можно было там поехать, куда-нибудь в поле, собрать картошку или посадить картошку. Давайте мы просто наших прекрасных, 428, по-моему, да, не 450, депутатов отправим куда-нибудь в поле. Вот, весной, да. Каждому раздадим по... Начнут по семну. По какой-нибудь там сапочке, даже по трактору можно раздать. Пусть посмотрят, как оно. А если поле уже частное? Ну как, честно. Чудеса парламентской дипломати. Вот. Ну вот мне кажется, что если по ней... Нужно поближе к народу. Поближе к народу. То есть, ты предлагаешь выездное заседание парламента. В поле. А как они будут правки голосовать в поле? Сапками. Главное, чтобы они косой друг другу пальцы не откосили. Как вы думаете? То есть, опять Тимошенко. Ну, с косой. Опять с косой. Ну, Тимошенко, она же всегда с косой. Вопрос с какой? Ну, а с косой, да. Почему нет? Я думаю, драма будет нарастать. Мы сейчас понимаем, что пока будут эти правочки. Так нельзя ж... Четыре тысячи на секундочку правочек. Да, между прочим. Как же наш Алексей Гончарук будет в День Святого Валентина министров новых нас начать, если парламент заблокировал? Тут правки. Да. Как оно Валентинки будет раздавать? Ну, следующая неделя, кстати, в парламенте, она же не пленарная. Ну, и в дачу спиткала. В наших парламентариях. Да. Они-то вступили уже... То есть, вопрос земли рассматривается тонким слоем. Я даже слышал, что Арахамия говорил, что он вообще не собирается месяц не ходить в парламент и уже думает мысленно попрощался с зарплатой. И уже думает, как поехать к Панде из Луценко там. Ну, подожди, он же может пойти к Нефедову и потанцевать. Он же еще тут потанцевать у нас все любят. Там у них и Богдан любит танцевать, может и Арахамия. К Богдану поехать. Все пойдут потанцевать. То есть, турбо-режим, он за пределами уже будет. Ну, может он превратится в хаос. Турбо-хаос. Турбо-хаос. Ну, вот видите. Всякое может быть. Но это все... Ну, просто затягивается. Затягивается. Да, затягивается. Крови будет больше, меньше. Я думаю, что будет и какая-то попытка... Кто кому что может оторвать, вот расскажи. Давайте подумаем пуговку. Кроме микрофона. Какую поправочку можно оторвать? Да, оторвать поправочку рукав, воротник. Вот. Там на самом деле может еще быть бросок через бедро или через там спину. Белянюк кого-нибудь может... Так подброй. Кстати, он пока что еще не фигурировал. Кстати, я, кстати, не исключаю, что Белянюк скорее уедет на Олимпиаду, чем они проголосуют свой закон про землю. То есть ты думаешь, что это еще навечно? То есть это рада погрузиться в землю? Ну, как матрица, тоже все. Ну, потому что это классика украинской литературы. Вейна за межу, да? Пара за грушку, я кажусь, в корешеве семей. Это точно. Ну и что? В принципе, ребятки, могу вас обрадовать. Мы все темы, которые планировали, основные. Исчерпали. Ключевые, да. Исчерпали. Танцы Нефедова? Танцы Нефедова, я же говорю, туда, как и... Но мне кажется, это вообще... Нефедова панда танцы. Он же инициировал это все. Это он запустил тренд. Ну, мне кажется, что... Флешмоб от Нефедова. Да, флешмоб, который уже потом остальные там начали. Но мне кажется, что он пытается тем самым спастись как-то на должности. То есть осваивает новую профессию? Пытается переключить внимание. Может, это попытка улучшить имидж, а не ухудшить? На самокате уже не покатаешься. Ну, в принципе, его могут на самокате забрать из клуба после танцев. Это же тоже надо как бы еще проконтролировать. Это точно. Так. Кстати, Алексей, что вы слышали о том, что есть теперь такой ирландский-английский? Вот. Вот это прекрасная тема. Вот это прекрасная тема, да. Это то, что Европейский Союз, так как уже Британия до свидания сказала... Ну, ей сказали, и она сказала, да. Попрощались по-английски, не прощаясь. Да. То, соответственно, получается, английский все равно у них остался как, по сути, рабочий язык. А у нас? И у нас будет тоже. И потому они решили, что уже не британский у них английский будет, а ирландский английский. Алексей, наше время как раз подходит к концу, поэтому мы будем прощаться не по-английски, а по-ирландски. И говорите вам до следующей субботы, наши зрители. Звоните нам. Пока. 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 Пока.